ребят всем привет добро пожаловать на мой пти канал снова меня зовут юля и на этом канале я говорю о косметике и красоте в сегодняшнем видео я хочу показать вам не большой холл или небольшую распаковку косметики которые купила на черную пятницу сразу скажу что я не так много купила косметики как наверное я сделал это в прошлом году тем не менее я прикупила то в чем я была давно заинтересована и вот я знала то что да я хочу попробовать этот бренд косметики и поэтому в этом видео нас будет не так много косметики но она как мне кажется будет уникальной вот и начать я хочу наверное с бренда glam light бренд glam light это бренд о котором я слышала от очень многих бьюти-блогеров и я все-таки начала попробовать его и причина почему это потому что они вышли месяц назад с коллекции которая посвящена алкогольным напитком разным и меня привлекла упаковка этих палеток и сейчас я покажу вам саму посылку я и вскрыл уже потому что мне просто не терпелось посмотреть как смотрится эта палетка я взяла палетку которая называется chocolate martini и это так смешно но я только наверное недели полторы назад попробовала в первый раз в жизни шоколадные martini и мне очень понравилось и хоть не показалось например винная палетка она ближе мне что я больше все-таки предпочитаю вино белое чем допустим шоколадные martini но цветовая гамма в палетке винной она была слишком какой-то красный потому что та палетка она была вдохновлена красным вино поэтому я такая окей я возьму просто обычную проверенную нюдовую нюдово-шоколадную цветовую гамму сейчас мы откроем и другое что я взяла от этого бренда это хайлайтер на самом деле я смотрела также на их коллекцию алкогольную и я поняла что ни один хайлайтер меня прям не так не знаю восхитил поэтому я взяла хайлайтер из коллекции коллаборации с известнейшей тиктокершей микалы да я правильно произношу а вообще мне показалось что именно этот цвет хайлайтера мне понравится чуть больше чем их другие хайлайтеры и так палетка мартини шоколадные мартины выглядит вот таким образом ее нужно открыть прям как вы открываете да не знаю мартини да кстати причина почему я решила все-таки заказать эту палетку от глэмлайт буквально за дня 4 до распадажа до черной пятницы я зашла на их сайт и это именно то что я хотела купить когда знаете стали бомбардировать мой почтовый ящик сообщениями тип распродажи распродажи это что я решила зайти на глэмлайт и поняла что вам ничего себе я заплатила так бы 45 долларов за все про все а вместе со скидками я заплатила по-моему около 30 с лишним долларов да то есть это хорошая достаточно экономия открывайся же надеюсь что я сейчас открою это с первого раза ей окей она открывается вот таким образом и вот так выглядит наша палетка с шоколадным мартини симпатично смотрится мне нравится насколько она вроде бы и обычная да по цветовой гамме но тем не менее в ней есть эти шиммера которые не делают эту палетку такой скучной я точно знаю что глэмлайт очень классные шиммеры очень масляные какие они классные мне кажется я даже шиммеры полюблю чуть больше в этой палетке чем матовые ка вау вот эта пигментация прям действительно тест бренд этот прошел потому что я первый раз покупаю этот бренд в принципе ну конечно хранить палетку в этой бутылке это будет слишком too much но поставить ее куда-нибудь чтобы она стала предметом интерьера почему нет но теперь давайте посмотрим на наш хайлайтер в коллаборации с известнейшей тиктокершей микалли вообще помимо хайлайтера конечно она вышла еще с палеткой но я подумала что это не моя цветовая гамма к сожалению поэтому я такая окей я хочу попробовать хотя бы хайлайт и вот таким образом смотрится сам хайлайтер мне почему-то кажется что хайлайтер этот будет невероятно сияющим вау он очень мягкий гладкий такой масляный мне нравится как он сводчатся и вообще смотрится ну-ка ей вот это пигмент кстати вот я знаете все ищу хайлайтер который бы заменил мне мой любимый хайлайтер от джеклин хилл в оттенке айс каждом видео наверное вы можете увидеть внизу под видео что какой у меня макияж и в каждом почти видео я использую хайлайтер от джеклин хилл в оттенке аист это вот прям мой самый любимый хайлайтер лучшего я пока не нашла это точно поэтому я в поиске хайлайтера который бы смог затмить хайлайтер от джеклин хилл в принципе да мне нравится как он смотрится шикарно блестит все я надеюсь что мне он понравится попробуем обязательно хайлайтер в одном из наших следующих видео и кстати сделано это все косметика по-моему она сделана в китае я почему-то думала что она сделана в сша круто вот такая палетка от глэмлайт наконец-то пробовала этот бренд ура будет интересно очень узнать кто-нибудь из вас пробовал что-нибудь от этого бренда и как его ваше впечатление от качества этого бренда и так давайте перейдем теперь к нашей следующей коробке следующая коробка это посылка от бекей бьюти я не знаю сколько раз я слышала от разных бетти блогеров инфлюенсеров что эти кисти от бекей бьюти они прям самые-самые лучшие это типа вообще даже лучше чем рафа да кисть от рафа и такая окей если там скидки на сайте почему не пробовать бы эти кисти они не дешевые на самом деле они синтетические и когда я открыла в первый раз упаковку и просто вытронулась этой кистью до своего лица я поняла что вау это просто game changer никогда не было такого восхищения от синтетических кистей вот я сейчас вам покажу что я купила это так мило что они пишут вручную вот вам на такой как открыточки до пожелание благодарность что вы решили поддержать этот бренд здесь написано спасибо большое за ваш заказ и вашу поддержку надеюсь что тебе понравятся эти кисти настолько сильно насколько я их обожаю это реально мило и в честь черной пятницы у бренда бекей бьюти были скидки на сайте по-моему до 30 процентов и я решила поэтому взять именно набор кистей то есть по сути самый базовый набор кистей то есть у нас здесь есть кисть для того чтобы растушевывать тени для того чтобы наносить темные тени в складку века и самая маленькая кисточка в общем давайте вам покажу хотя бы парочку кистей эти кисти они тоже сделаны в китае не в сша но тем не менее качество у них она просто какое-то нереально вот они очень 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 мягкие и эта кисть она для того чтобы растушевывать тени ну или наносить допустим один оттенок полностью на все века на плоскенькая но тем менее в ней есть имеется эта пушистость и вот таким образом смотрится вот эти все кисти вместе мне кажется это просто идеальный набор для не только кто начинает исследовать макияж но и для профи поэтому да я очень 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 рада что наконец-то пробовала этот бренд и купила кисти со скидкой ей дальше последнее что купила от этого бренда бики бьюти это кисть для пудры кисть для пудры это было что-то что было в моем виш-листе и я все никак не могла понять какую кисть я хочу из какого материала и так далее когда я увидела на их сайте что у них есть кисть для пудры я точно помню что я слышала положительный ответ об этом бренде я поняла что я хочу пробовать ее все-таки я безумно рада что я это сделала потому что эта кисть она мягкая как лапка кота вот настолько она мягкая я даже не знаю нравится ли мне больше ощущать свои кисти от раффер или вот эту кисть от бики бьюти потому что ну это просто нереальная мягкость я даже такой мягкости не встречала нигде теперь самое интересное я купила такие за 28 долларов 80 центов без скидок эта кисть стоил стоит 36 долларов и набор кистей собственно я купила за 64 доллара и так бы он стоил 80 долларов то есть принципе можно понять что ценовая политика этого бренда она а все-таки чуть выше даже чем у бренда который производит кисть из натурального ворса а именно раффер цены вообще реально не маленький но там мягкость которую вы получаете и качество самое главное она играя здесь не последнюю роль поэтому я определенно советую вам попробовать этот бренд хоть когда-нибудь мне кажется пока что мне кажется они даже чуть получше могут быть чем кисти от раффер обязательно посмотрим и протестирую их в одном из следующих видео далее давайте перейдем к нашей следующей посылки и это посылка по моему от 5 маград я только сегодня получила как раз таки за этой посылки от 5 маград мое видео немножко задержалась моих покупок на черную пятницу и в этой посылке точно помню я заказывала помады пэт была акция на все помады любая помада стоила 14 долларов и меня было так печально это видеть я забыла об этой акции потому что я купила в сифоре помаду под маград за полную цену типа 36 долларов и что-то вроде того я забыла что у нее есть такие глобальные распродажи что лучше не покупать за полную цену и помады в сифоре вот тарам и вот все и это то что я заказала всего лишь две помады две помады но зато какие дело в том что я опять же морган тернер слышала про нереально классный красный оттенок помады от от маград и это оттенок abscess и по-моему я еще услышала об этом оттенке помады от michelle won и я все-таки решила попробовать его потому что мне не думаю что есть хоть одна помада которая уходит в такой оранжевый какой-то оранжево-красный цвет поэтому я решила взять этот цвет как называется abscess если честно только недавно начала понимать помады под макдас до этого я все как-то тени тени вот моя же 2 помады в моей коллекции и вот таким образом выглядит цвет который называется abscess просто посмотрите ребят на сколько идеально этот цвет смотрится вау у меня точно такого цвета оттенка нету моей коллекции это что-то вот прям уникальное это тот оттенок помады на который я смотрю и я знаете думаю куда я бы его отдела да возможно я даже его буду использовать в новогоднюю ночь ну-ка давайте посмотрим на оттеночек я почему-то думала что этот оттенок будет более оранжеватым но пока что я вижу просто красный цвет красный оттенок без оранжевенький помады кстати ничем не пахнут да ничем не пахнут они и 2 оттенок помады который я взяла venus in first и это вроде бы должен быть самый я бы сказала легкий оттенок в носке то есть он должен быть идеальным на каждый день так мама я у вау не нравится как он смотрится кстати по моему если не ошибаюсь это холодный розовый оттенок что-то вроде того таким образом он смотрится насыщенный это реально насыщенный оттенок и я даже не знаю какой он не нравится больше но определенно я почему-то думала что этот оттенок он не будет прям таким глубоким я у кого-то слышала кстати что помады под поград они живую темнее чем на свотчах и это вообще-то правда а теперь я понимаю о чем не говорили и кстати если вы помните оттенок который покупал совершенно недавно под наград от под наград это оттенок под названием омми это тоже супер популярный оттенок в ее линейке и вот таким образом выглядит оттенок омми я думаю что мне нравится даже больше оттенок именно омми чем вот этот вот потому что оттенок омми мне кажется он смотрится как-то более естественно лучше всего на повседневку потому что этот оттенок он какой-то я не знаю под настроение мне кажется он зайдет вот этот второй оттенок под названием venus in first теперь у меня три помады под наград и можно сказать что я начинаю коллекционировать ее помады поздравьте меня что ли и последняя посылка до последние я подумала что мне как всегда больше было посылок последняя посылка которую я заказала это от lunar beauty я до этого покупала косметику от lunar beauty это была палетка это была помада жидкая и также блеск но я бы если честно даже не подумал ничего заказывать от lunar beauty если бы не блогерша который зовут элли дофсон в общем она такая смешная я смотрю почти каждый день она поднимает настроение если у вас нет настроения смотрите ее я вам обещаю что новость появится через пару секунд элли дофсон она просто является фанаткой его жуткой помаде в оттенке афродайт я получил еще один афродайт омога это так и очень весело потому что я у меня это уже весьма елли дофсон и это уже почти закрытый потому что я использую это все время это коллекционирует фанатский и один из моих любимых 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 это вообще мой афродайт ликвид липо вот здесь и вот вот рот липо я беру когда я беру рот липо, это мой любимый афродит ликвид липо и я еще Столько говорила об этой помаде, что даже сам Manium UA, он сказал о ней в одном из своих видео типа, Элли Долсон, я смотрю тебя В общем, она сделала нарезку из своих давнишних видео, где она говорила об этой помаде Она постоянно покупала бэкапы, помады на случай, в общем, если они закончатся у нее И это были помады в оттенке Aphrodite Именно из-за нее люди стали покупать эти помады в этом оттенке, потому что это самый идеальный красный оттенок Она просто клянулась, что это самый классный оттенок красный Поэтому я такая, окей, потому что я обожаю смотреть, я подержу ее и закажу эту помаду Не думаю, что я использовала, кстати, код от нее, но нужно было, я забыла Вот таким образом смотрится упаковка этой помады Честно, сейчас, мне кажется, я все пытаюсь найти свой идеальный красный оттенок И я думаю, что этот оттенок может мне понравиться очень сильно Давайте его посвочим и сравним с нашей Pat McGrath Мммм, потрясающий аромат Пахнет какой-то сладкой ванилию О, вау! Это очень насыщенный красный цвет И теперь, я думаю, можно видеть, что помада от Pat McGrath, она все-таки имеет в себе, да, этот оранжевый потон Тогда как помада от Manny MUA, это помада, которая имеет в себе настоящий красный оттенок Вот прям настоящий true red, да, что называется Я в нетерпении уже, если честно, попробовать эту помаду Нашли здесь такую рекламку с промо его палетки, с которой он вышел для лица Я как-то в ней, честно, не была очень заинтересована Поэтому я взяла его палетку румяна Мне показалось, что это то, что мне понравится Стоимость этой палетки составила 35 долларов и помада 18 долларов И с кодом, который я использовала на черную пятницу Моя скидка составила 15 долларов 90 центов, то есть 16 долларов почти И я заплатила за все про все 44 доллара Не могу сказать, что это прям самая большая скидка Но, тем не менее, греет сердце, что она хоть есть Итак, упаковка этой палетки мне очень нравится Здесь такая объемная-то планета Приятно дотрагиваться до материала, из которого сделана обложка этой палетки Прям прикольно Та-дам! Самое главное Вот таким образом выглядит сама палетка внутри Не думала, что мне хоть как-то понравится эта палетка Я не знаю, но посмотрев, открыв ее, я поняла, что вау Мне нравится цветовая гамма этих румян Это идеальная палетка румян Мне очень сильно нравится разнообразие темных оттенков румян и более светлых Они очень гладкие, кстати, мне нравится, как они ощущаются Кстати, это не какие-то, знаете, прям, ух, суперпигментированные румяна Как, допустим, у румяна от Патрика Тай, палетки его, да Это те румяна, которые, мне кажется, вы можете достроить до пигментированных Но они не показываются вам сразу прям такими пигментированными, супер Что очень здорово Вот оттенок под названием Pink Moon Смотрится нереально красиво Хочу его попробовать Как он мило смотрится, опять же Этот оттенок, он имеет в себе шиммер Мне нравится этот оттенок уже очень сильно Не такое большое в нем количество блесток, но не есть у не менее Я просто, надо сказать, рада очень сильно, что я взяла эту палетку Потому что я наслышана о том, что у Lunar Beauty очень хорошая формула румян И вот я, наконец-то, буду пробовать их в скором времени В общем, это все, что я купила на Черную Пятницу Честно, я рада, что я не купила очень прям много всего Потому что у меня столько много косметики, если честно И я сейчас, когда покупаю что-то, я стараюсь покупать что-то, к чему у меня сердце лежит То есть не просто купить, чтобы показать на камеру это А купить, чтобы у меня было какое-то наслаждение от покупки А купить, чтобы насладиться, ну, понятное дело, процессом И просто самой покупкой То есть покупая, допустим, эту палетку, я знаю, что я буду использовать Что я буду использовать ее, потому что мне нравится цветовая гамма этой палетки Это то, что я обожаю в тенях Это просто идеальная палетка для любителя нюдовых коричневых оттенков Поэтому, ребят, надеюсь очень сильно, что вам понравилась моя распаковка косметики на Черную Пятницу Я знаю, что это, наверное, одно из самых поздних видео В общем, мне кажется, что большинство девочек сделали видео раньше Но до меня только сейчас все дошло По ссылке все дошли, поэтому пришлось сделать его чуть позже Что тоже нормально На этом я буду заканчивать свое видео, ребята Жмите лайк под этим видео, если вам оно понравилось Если вам оно подняло настроение Но я в свою очередь хочу пожелать вам прекрасного дня Хорошего настроения И я желаю вам хорошо провести эти выходные Ваша Юля, мне прощаюсь Пока-пока